Мир вам, братья и сестры! Смиром! Продолжение нашего служения. Давайте прочитаем следующие тексты Священного Писания. Матфея, 27 глава, 62 стихи ниже. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу, воскрес из мертвых. И будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им, имейте стражу, пойдите охраняйте, как знаете. И они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. И следующее место, которое мы прочитаем, это Евангелие Луки, 23 глава, 54 стиха. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело Его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Мы прочитали тексты, которые повествуют нам о следующем дне, который был после пятницы, когда Иисус Христос был распят. И этот день был день суббота. И мы знаем, что суббота – это был особый день для израильского народа. Это был день покоя. И здесь евангелисты нам описывают, как проходил этот день. И конкретно евангелисты описывают, как провели этот день первосвященники и фарисеи. Первосвященники и фарисеи, они были ревнителями субботы, чтобы исполнять субботу. И мы знаем, что они очень часто нападали на Иисуса Христа и находили всякий раз, что Он где-то что-то не исполняет в субботу. Но когда мы читаем описание, как эти первосвященники провели эту субботу, то нету такого впечатления, что они исполняли субботу. Нету такого впечатления, что они в этот день, суббота, который был днем покоя, находились в покое. Мы здесь прочитали, что они и к Пилату сходили на совещание, а потом пошли еще со стражей решать все вопросы. И к гробу надо было сходить, и опечатать гроб. Мне трудно судить, смогли ли они исполнить субботу во всех этих делах по тем предписаниям, которые у них были, и как они учили людей. Но если даже внешне они и исполнили субботу, то внутренне у них покоя не было. Внутренне они эту субботу не исполнили, потому что у них не было покоя. Но вот в другом тексте мы прочитали, как провели субботу женщины, которые следовали за Иисусом Христом. И евангелист Лука говорит, что они оставались в покое по заповеди. И это означает, что они не только внешне исполняли субботу, но я так чувствую Духом Святым. Так вот, такой покой исходит из этих слов евангелиста, что они имели этот покой внутри себя. Бог чудесным образом дал им этот покой, несмотря на эту пятницу, где они имели скорбь, где они имели печаль очень большую, но Бог успокоил их сердца, и они этот день провели в покое. И я так вот подумал, сегодня у нас тоже суббота. Сегодня тоже день покоя для нас. И сегодня у нас особая суббота, предпраздничная суббота. И мне хочется в этот день говорить о покое, о том внутреннем душевном покое, который мы можем получить от Бога. И следующий текст, который я хочу прочитать, это 14 глава от Иоанна, 27 стих. Иисус Христос говорит такие слова, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Иисус Христос нам говорит, что Он дает нам мир, Он дает покой в наши сердца. И более того, Христос говорит, что никто в мире не сможет дать нам такой душевный покой, такой мир внутри нас, как Он дает. Только один Он может это дать. И Христос это не только провозглашает, Он учил людей, Он учил последователей своих, учеников этому миру. И в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 стих, ниже мы читаем, «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Очень короткие слова Иисуса Христа, но в них сокрыта очень глубокая истина о том, как мы можем получить покой в сердце свое. Что нам надо делать для того, чтобы этот покой был в нашем сердце, и чтобы мы пребывали в покое. И давайте разберем эти слова Иисуса Христа. Я из этих слов выделил три пункта, три принципа, которые мы должны придерживаться для того, чтобы иметь покой внутри себя. Прежде всего, Иисус Христос говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Что значит прийти ко Христу? Это значит поверить в Иисуса Христа. Это значит поверить в Его искупительную жертву, поверить в Его прощение, а самое главное – поверить в любовь Божью, которую Иисус Христос проповедовал. Человек, не принявший любовь Божью, не поверивший в Иисуса Христа, как искупителя, никогда в своей жизни не может иметь покоя внутри себя. И я сегодня хочу немножечко говорить о любви Божьей, потому что только в любви Божьей мы можем найти покой для своего сердца. Дьявол – враг души человеческой. Тот, кто не хочет, чтобы в нашей душе был покой, он всячески хочет умолить любовь Божью к нам. Он хочет скрыть эту любовь. Он хочет, чтобы люди не замечали любовь Божью, и чтобы в конечном итоге они отвергнули эту любовь, и чтобы внутри их сердца не было покоя. Когда мы смотрим на фарисеев и книжников, которые находились вот в беспокойстве в этот субботний день, почему у них было беспокойство? Потому что они отвергнули любовь Иисуса Христа. Они не заметили эту любовь, когда Иисус Христос исцелял людей, которые были в болезни, когда Иисус Христос оздоровлял души людей, которые были запутаны в грехах различных. Когда Иисус Христос проповедовал учение спасения для всех людей, когда Он проповедовал любовь Божью, эти фарисеи, эти первосвященники, они не увидели эту любовь. И поэтому в их сердце не было спокойствия. Я так себе размышлял, в пятницу это был тот день, когда они осуществили то, что они хотели. Они сделали так, как они хотели, и у них все это получилось. И казалось бы, они достигли своего, и уже на следующий день они должны были бы находиться в удовлетворении и в покое. Но мы прочитали, что покоя у них не было. Потому что там, где нет любви Божьей, там покоя нет. Иногда люди так думают, что если я достигну каких-то своих целей в жизни, если я добьюсь в жизни то, что я хочу, если я осуществлю какие-то свои мечты в жизни, то тогда будет мир и покой в моей душе. Но это обман. Там, где нету любви Божьей, там, где люди не познали любовь к Божью, там никогда в их сердце покоя не будет. Но слава Богу, что мы с вами, мы познали эту любовь. На этой неделе мы имели особое служение. Это служение хлебопреломления, которое именно и говорит нам о том, насколько Бог нас возлюбил. И мы должны пребывать в этой любви, и мы должны провозглашать эту любовь. Конечно, пребывать в любви Божьей, превозглашать любовь Божью, легко, когда у нас все хорошо. Когда мы здоровы, когда у нас нету никаких проблем, когда мы видим явно заботу Божью в нашей жизни, это легко. Но когда наступают какие-то трудности, иногда бывает трудно провозглашать любовь Божью. Но мы должны это делать. Я хочу сказать, даже со своего опыта, недавний опыт, как-то были такие переживания, были тревожные дни, и приходило всякое смущение, и приходила печаль, и уходил покой из сердца. И в этот минут, в эти периоды, в эти часы, знаете, что единственное оставалось сделать, это думать о любви Божьей, просто провозглашать любовь Божью. Я помню, что я ходил и просто говорил, Бог меня любит, Бог есть любовь, Он отдал Сына Своего ради всех людей, и Он любит меня. Старался в этот момент размышлять над теми текстами, Священного Писания, которые говорят о любви. Старался слушать псалмы, которые о любви. Мы только что слушали очень прекрасный псалом о любви. И вы знаете, когда находишься вот в таком размышлении о любви Божьей, чувствуешь, что мир, покой возвращается в сердце. Может, это не происходит прямо в одну секунду, в одну минуту, проходит какое-то время, но сердце становится мягким, и ты начинаешь слышать голос Духа Святого, и ты начинаешь чувствовать эту любовь, и мир обратно есть в твоем сердце. Поэтому будем размышлять о Божьей любви, будем провозглашать эту Божью любовь, не только когда у нас все хорошо, но даже когда бывают трудности, чтобы этот мир и покой был в нашем сердце. Второй момент, на который я хочу обратить здесь наше внимание, где Христос говорит, «Возьмите иго моё на себя». Что такое иго? Иго – это есть учение Иисуса Христа, иго – это есть стандарт праведности, святости Иисуса Христа, которую Иисус Христос проповедовал. Почему Иисус Христос своё учение, почему этот стандарт святости своей Иисус Христос называет иго? Потому что по-человечески, в глазах человека то, что проповедовал Иисус Христос, это есть что-то трудное, это есть что-то невозможное, что очень трудно исполнять. И некоторые люди воспринимают учение Христа как какое-то иго для себя, которое они не смогут понести. Мы помним, что когда за Иисусом Христом ходило много людей, и многим людям нравилось то, что делал Христос, как Он исцелял, нравилось, что Он учил, и была сила в Его словах, но некоторые из них уходили от Христа в печали. Они уходили, потому что они решили для себя, что мы не сможем жить так, как учит Иисус Христос. Помните этого юноша богатого, который пришёл ко Христу, имел беседу, а потом ушёл с печали. Он решил для себя, не смогу я так жить, как учит Христос. Помните, как ученики потом сказали Христу, а кто же тогда может спастись, а есть ли такие вот требования в твоём учении? Помните, когда Иисус Христос учил о семейной жизни, и некоторые ученики сказали, что есть ли такие обязанности человека к жене, то лучше и не жениться. Да, в глазах людей то, что проповедовал Иисус Христос, это было что-то тяжёлое, что-то, то, что трудно понести. Но в 30-м стихе Иисус Христос говорит, «Ибо иго моё благо, и время моё легко». И этими словами Иисус Христос хотел сказать, что то стандарт святости, который я вам даю, я не даю его для того, чтобы сделать вашу жизнь тяжёлой, я не даю для того, чтобы усложнить вашу жизнь, я наоборот это предлагаю вам, чтобы ваша жизнь была лёгкой, чтобы в вашей жизни вы видели благо. И слава Богу, что мы, находящиеся здесь, уверовавшие в Иисуса Христа, уверовавшие Его в любовь, принявшие Его учения, принявшие Его, Христовую святость, испытали в своей жизни, что жизнь со Христом это жизнь лёгкая, это намного легче жить, чем жизнь во грехе. И те из нас, которые имели опыт жизни во грехе и имели опыт жизни со Христом, вы можете сказать очень уверенно, что со Христом жить намного легче, потому что грех это очень тяжёлая жизнь. Когда-то одна женщина, она так свидетельствовала, сестра, что к ней на работе подошла и её сотрудница, и она так подошла и говорит, знаете, я смотрю на вас верующих людей, и мне вас так жалко, вы настолько ограничены, вы не можете себе многого позволить, вы ничего не видите в жизни, вы ничего в жизни абсолютно не видите. И эта сестра посмотрела на эту сотрудницу и говорит, ну, действительно, мы верующие, мы ничего в жизни не видим. Вот я, говорит, прожила жизнь, и что я видела в этой жизни? Я ни разу не видела, как муж пришёл и скверными словами ругал мне, ни разу не видела, чтобы муж пришёл пьяный с работы, ни разу он мне не изменял, не поднимал руку на меня, что я могла видеть в этой жизни? И когда она таким образом ответила, эта женщина пришла в смущение, потому что она много из этого испытала в своей жизни, и она сказала, я поняла, что ты хотела сказать, и ты права. Действительно, жизнь христианина это намного радостнее и намного легче жизнь, чем жизнь греховная, потому что в грехе нету радости, там где грех, там проблемы, проблемы в взаимоотношениях с семьями, со здоровьем, в финансах, проблемы внутри, там очень много проблем, и жизнь во грехе это мучение, а Христос говорит, попробуйте то, что я вас предлагаю. И, конечно, мы понимаем, что принять учение Иисуса Христа, принять Его стандарт святости, это значит не допускать в свою жизнь все то, что есть вне этого стандарта святости, то, что есть грех. И нам бороться с грехом непросто, но ведь Бог не оставляет нас один на один с грехом. Он же помогает нам, когда мы приходим, Он через церковь, через Дух Святой, через Слово Свое, через различные обстоятельства, Он помогает нам побороть грех. И даже если мы где-то согрешили, Он говорит, приходи, кайся, исповедавай, и восстанавливайся, и иди, и живи этим стандартом святости, который я предлагаю, и ты обратно обретешь мир, радость и покой в свое сердце. Я говорил перед этим о том, что Бог есть любовь, и что мы должны верить и исповедовать любовь Божию. Но некоторые люди, они пытаются злоупотреблять любовью Божией, и некоторые так учат, и некоторые так иногда пытаются жить в этом мире. Они говорят, ну, если Бог любовь, если Он меня любит таким, как есть, если Он готов прощать мне всякие грехи, то, в принципе, я буду жить так, как я хочу жить. И ничего страшного, что где-то я допускаю какие-то грехи в свою жизнь, ничего страшного, Бог прощает. И в конечном итоге Он простит, и я буду иметь спасение. Я никогда не берусь судить о вопросе спасения. Я никогда не могу утверждать, как Бог будет спасать, и кого Он будет спасать, потому что не я даю спасение, а это дает Бог, и только Он один решает, кому давать спасение. Но я могу сказать четко и уверенно, люди, которые допускают грех в свою жизнь, они никогда не будут иметь покоя в этой жизни. Они никогда не будут иметь радости, они никогда не будут иметь полноценного удовольства этой жизни, даже если они называются христианами. Грех будет разрушать ихнюю жизнь. И поэтому я хочу сказать, что если мы хотим, Христос говорит, если мы хотим иметь мир и покой в нашей душе, мы должны отвергнуть всякий грех, мы не должны соглашаться ни с одним грехом в нашей жизни. И третье, на что я хочу обратить наше внимание, это где Христос говорит, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Последний принцип покоя заключается в том, чтобы научиться быть кротким и смиренным. О смирении можно говорить много, но я сегодня скажу только одно о смирении. Один из признаков смиренного человека это то, что этот человек, он сфокусирован не на себе, а он сфокусирован на том, чтобы исполнять волю Божью, чтобы служить Богу. Это есть главный признак смирения. И когда мы смотрим на вот этих женщин, которые оставались в покое в этот день в субботне, о чем они размышляли в этот день? Какие у них были мысли, на что они были настроены? Они были настроены на то, чтобы как только закончится суббота, чтобы пойти и послужить Иисусу Христу, прийти с этими благовониями, с этими благоуханиями и помазать тело Христа. Они не были сосредоточены на своих переживаниях. За Иисусом Христом ходило много людей, которые хотели что-то получить от Христа, которые хотели какую-то выгоду иметь от Христа. И когда Христос был распят, эти люди пришли в разочарование. И они, может быть, не столько сожалели о распятии Христа, сколько сожалели о самих себе. Мы же надеялись, мы ожидали что-то от Христа, мы думали, что будет какая-то нам какая-то будет привилегия от Иисуса Христа, а его распили. Человек, который сосредоточен только на себе, на своих потребностях, он никогда не будет иметь мира и покоя. Только тогда, когда ты хочешь послужить Богу, только тогда в твое сердце придет мир и покой. Помню когда-то одно свидетельство одного человека, верующего человека, когда он попал в больницу и он находился в больнице с серьезным диагнозом и ему предстояла очень серьезная операция. И этот человек находился в унынии, потому что он этого не ожидал и у него было много вопросов к Богу, Господи, почему это допущено в моей жизни. Он молился Богу, он искал утешения от Бога, просил мир и покой в свое сердце. И вот когда он так молился, вдруг такая мысль, одна мысль ему промелькнула в его сознании, но слава Богу, что он ее заметил. Такая мысль пришла от Бога, ну вот тебе сейчас тяжело, тебе сейчас трудно, вот эта болезнь постигла, операция постигла, ты не знаешь, с чем все это закончится. Но даже если все закончится плохо, у тебя есть надежда, потому что у тебя есть вера в жизнь вечную, в воскресенье. А вот рядом с тобой в палате находится еще один человек, может у него даже нету и такой надежды, поговори с ним, расспроси его. И он начал разговаривать с этим человеком. И действительно этот человек был в болезни тоже, серьезная болезнь, но он не имел веры в Бога, он не знал о любви Божьей. И этот брат начал ему свидетельствовать об этом. И поскольку этот человек находился в таких стесненных обстоятельствах, то он принял это свидетельство. Он принял и он захотел помолиться, он уверовал. И когда это все произошло, этот брат говорит, я забыл о своей болезни, я забыл о своих переживаниях, мне стало легко. И мир и покой обратно возвратился в мое сердце. Когда мы не зациклены только на себе, а мы думаем в смирении, как послужить Богу, то Бог дает нам мир, покой и успокоение. И сегодня заканчивая свою проповедь, я хочу сказать всем нам, дорогие друзья, мы сегодня имеем все для того, чтобы иметь мир и покой. нам открыта истина о любви Божьей. Мы знаем, что Христос сделал для нас. Мы сегодня знаем, что есть праведность Христова, мы знаем, что есть грех, а что есть святость. Это открыто для нас. И мы сегодня имеем великий образец смирения. Это Иисус Христос, который показал нам, как Он служил Богу и как Он в смирении служил людям. И нам единственное, что только нужно, это применить это в своей жизни и получить этот Божий покой. Но я хочу сказать одно маленькое предупреждение, но очень серьезное предупреждение, которое мы можем прочитать в послании к евреям. Это слова апостола Павла. Четвертая глава евреям, первый стих. Здесь написано так. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшими». Очень серьезное предупреждение. Сегодня есть возможность жить в покое. Сегодня есть возможность, если кто-то не имеет этого покоя по каким-то причинам, из трех вот этих перечисленных причин не имеют покоя, есть возможность войти в покой. Но апостол Павел предупреждает, что будем осторожны, чтобы кто-либо из нас не оказался опоздавшим. Поэтому я хочу, чтобы сегодня этот покой наполнил наши сердца. И чтобы мы имели этот покой в сегодняшний день, в субботний день, чтобы мы имели этот покой в завтрашний день, в воскресный. И как брат говорил, и когда начнется этот понедельник, эта неделя, этот наш внешний двор, то чтобы у нас тоже был этот покой. Пускай Бог нас в этом благословит, и мы сейчас в заключении ставши будем молиться. Аминь. Аминь.